Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс Control Paint. Сегодня мы поговорим о гиперболизации. Все материалы, которыми я буду пользоваться, вы сможете найти на странице Drawing Script на сайте lovecastle.org. Это отличный курс с огромным количеством фотографий, которые вы можете использовать в качестве материала для рисования. Давайте взглянем на фотографии, которые я сделал недавно. Они все из хранилища фотографий, но вы могли заметить, что они не особо реалистичны. Я сделал их резче и гиперболизирование. И вместе с тем интереснее. И именно это свойство делает мультикаппликационных персонажей такими запоминающимися. Возможно, вы про себя думаете. Ну а я-то не рисую мультики, я работаю с реальными вещами. Когда вы практикуетесь, используя реальное фото как основу и интерпретируя его тем или иным образом при помощи гиперболизации, вы многое узнаете об объекте. В некоторых случаях, если вам нужно сделать реалистичный портрет, то один из способов подготовки к работе – гиперболизировать фотографию человека и нарисовать на него карикатуру. Я создам три разные версии вот этого парня в каске. И я покажу, как вы можете использовать эмфазис и гиперболизацию, чтобы достичь совершенно различных результатов. Итак, для начала я буду использовать голубой карандаш. Конечно, это изображение очень ускорено, так я быстро так не рисую. На этом этапе я рисую, как угорелый, стараясь почувствовать, какие особенности его лица запоминаются и цепляют. На этом рисунке я гиперболизирую каску. А еще нос и ухо. Я намеренно сжимаю и уменьшаю остальные черты его лица. Если вы смотрели какой-нибудь курс по дизайну, то должны знать, что относительные пропорции, то есть отношение размера одного объекта к другому, значит очень много. То же самое с лицом. Отношение размера носа к размеру глаз или подбородка многое говорит о персонаже. Так что я играю с этими пропорциями, чтобы создать яркого персонажа. Тем не менее важно и то, что такое рисование это очень весело. Подобное экспериментальное рисование процесс очень занимательный. Итак, в следующем рисунке я отвлекусь от каски. Вместо этого я сосредоточусь на огромном носе и внушительной челюсти. Мне нравятся морщины на лице этого парня. Под глазами у него интересные мешки, я бы хотел сделать на них акцент. Поэтому я их увеличу и подчеркну. Как вы видите, мои голубые наброски довольно грубые. Лишь при работе со следующим слоем я начну работать над точностью линий. Пока же я только играюсь с формой. Но при работе с небольшими деталями вам нужно будет внимательно работать в технике наблюдательного рисования. Даже если нос на рисунке будет больше настоящего, а каска меньше, небольшие детали, все небольшие углы надо подмечать и анализировать. Ведь нам же надо, чтобы карикатура все равно была похожа на оригинал. Цель работы – ухватить суть и образ персонажа, усилив и гиперболизировав этот образ в своем рисунке. Многое из того, что я вношу в рисунок – это результат внимательного наблюдения. Я не придумываю никакие детали. Работая над карикатурами, вы в конечном итоге почувствуете прогресс и в реалистичном рисовании. Так как карикатурой учат художника очень внимательному наблюдению. Даже если я интерпретирую изображение по-другому, я все равно смотрю и наблюдаю так же, как и при реалистичном рисовании. В следующем рисунке я хочу поиграться с огромной каской и крохотным подбородком. Поэтому лицо будет напоминать формой перевернутый треугольник. Я нарисую большие мешки под глазами и большой нос. Но к этому моменту я начинаю чувствовать персонаж. Так как я трижды внимательно рассмотрел и изобразил черты его лица. Каждый новый набросок мне дается быстрее. И с каждым новым наброском я все больше узнаю о персонаже. Если дальше мне будет нужно нарисовать детальный и правдоподобный портрет, эти карикатуры помогут мне лучше понять уникальность персонажа. У меня уже будет более глубокое представление о его чертах, что поможет мне лучше передать образ. То есть мы не просто рисуем мультяшных персонажей, а учимся внимательно наблюдать. Я советую вам почаще делать такие упражнения без разницы, какие цели вы перед собой ставите. Так как эти упражнения действительно меняют ваш взгляд на лица. Вы начнете смотреть на лица всех людей вокруг. Например, начнете подмечать вещи типа неповторимой линии подбородка или то, как волосы какого-нибудь завиваются над ухом. Каждое лицо оно уникально. И гиперболизация помогает эту уникальность отыскать. Даже если вы не карикатурист, вам все равно стоит попробовать нарисовать карикатуру. Как вы видите, на основе одной фотографии можно создать совершенно различные рисунки. Я настоятельно рекомендую вам расслабиться и поэкспериментировать, кто знает, что у вас в итоге получится. У каждого из этих трех персонажей уникальный силуэт. И хотя я бы не назвал эти рисунки до конца законченными, в дальнейшем мне будет легче работать с портретом персонажа. Итак, обязательно попробуйте гиперболизацию. Спасибо за ваше внимание и успехов!